Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, вы на канале Тати Гео. Сегодня речь пойдет о фикусе бенджамина. Это вечно зеленое растение. Если вы живете в субтропическом климате, то есть возможность высадить фикус бенджамина на участке на своем, и он будет смотреться как отличный солитер. Если вы живете в умеренном климате, то, конечно, фикус бенджамина подойдет как комнатное растение, либо как офисное растение. Где-то примерно сантиметров 30 в диаметре уже достиг ствол. И если заглянуть вовнутрь, хрона там действительно тоже очень плотная, полностью и сверху обрамляет. Здесь, на этой аллее, фикус и бенджамина очень хорошо смотрятся в сочетании вместе с кленом. Он сейчас уже желтеет, и зеленые грибы как бы на фоне желтого очень хорошо смотрятся. Когда вы высаживаете растение, смотрите максимальные размеры, которые будет достигать любое ваше растение. Конечно, когда вы высаживаете его маленьким, кажется, что очень большое пространство между ними. Но к чему это впоследствии может привести? Если не соблюдать параметры растения, то одно растение будет примыкать к другому. Это не совсем эстетично выглядит. Сейчас покажу, как здесь фикус бенджамина вместе с кленом, они немножко дерутся за территорию здесь. Наверху, видите, пришлось состригать фикус бенджамина, но он уже в форму такого ровного гриба уже не получилось. То есть, либо нужно убирать часть клена, либо вот таким вот образом формировать сам фикус. Конечно, это не критично, это все можно скорректировать стрижкой, если вы стрижете растение. Но если их очень кучно насадить и не подстригать, то растениям, во-первых, будет не хватать питательных веществ и каких-то элементов. Ну и, во-вторых, чтобы это тоже выглядело красиво, что они с другом в гармонии находятся, живут и не делят одно пространство на двоих. А с вами была Георгиевская Татьяна. Желаю вам удачи, всего доброго. Жду вас на канале Татьяги. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok